Бисмиллахи рахмана рахим. Муссалату ассаламу а'ля Набиина Мухаммадин и а'ля Алихи и сахми джимаин. Ассаламу алейкум и рахматуллахи варакат. Уважаемые братья и сестры, анхамду лиллях, сегодня мы берем второй столб ислама, это ассаля. Это молитва, или как говорят, намаз. По-арабски звучит как ассаля. Намаз, молитва является обязательным обрядом, фардом для верующих, то есть обязательно нужно его читать. Аллах субханаму а'ля приказал в Коране и сказал Молитва, намаз, Всевышний Аллах приказал каждому человеку молиться, выставить ее в свое время, вовремя. Также, Субханаму А.С. сказал, хафиду аляс-салават, вассалат-ил-уста, берегите свои молитвы, хафиду, то есть берегите, оберегайте, имейте в виду, будьте бдительными, не пропустите молитвы, вассалат-ил-уста, и отдельно выделал серединную молитву, третью молитву, салат-ил-аср. В сегодняшней лекции мы не хотим разбираться глубоко в намазе или разногласии, какие по этому поводу, то есть это у нас не научная лекция, а именно призыв, и мы хотели бы рассказать о важности молитвы. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, хадиси, то есть который мы упомянули ранее, сказал, бунь ил-ислам аля хамс, ислам опирается на пяти столпах, и отдельно сказал про молитву, второй столб ас-салям. Первый мы сказали, а чахада, свидетельство, что нету божества, достойное поклонение, кроме Аллаха, и что Мухаммад, раб и посланник Аллаха, второй икан ас-саля, чтение молитвы. В другом хадисе отдельно пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, ас-саля аимаду дин, намаз это столб религии, то есть на молитву опирается вся религия. И также ас-саля, почему переводится ас-саля слово сыля, например, на арабском языке ит-тесаль это звонок, сыля это связь, то есть получается намаз это связь раба с Аллахом, субхану ва-та-Аля. То есть тем самым он подтверждает свою религию, свой иман, когда говорит ля иляха илля Аллах, это не просто слова, эти слова должны выходить из сердца человека и подтверждаться делами, то что он свидетельствует, что нету Бога, кроме Аллаха, что нету достойного поклонения никого, ничего, кроме Аллаха, субхану ва-та-Аля. И первое, которое поклонение его должно быть, ас-саля, это молитва. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который приводит имам-муслим, Отличие верующего от неверующего в молитве. То есть если человек молится, он доказывает, что он верующий человек. Если он оставляет молитву свою, он проявляет неверие во Всевышний Аллаху, субхану ва-та-Аля. Поэтому когда человек, если не молится, и при этом говорит, я веру в Аллаха, я веру в Всевышний Аллаху, субхану ва-та-Аля, Но при этом не молится, тогда мы смотрим, что тут есть две в нем причины, почему он не молится. Первое, или он полностью не поверил в Аллаха, полностью не поверил в Аллаха, субхану ва-та-Аля, но говорит, что я верю. Как часто человек говорит, я верю, по-своему верю, и по-своему молюсь, по-своему поминаю Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля. Значит, он полностью не поверил, не уверовал в Аллаха. Или второе, он полностью уверовал в Аллаха, но ослушался Аллаха. Почему? Потому что если он говорит, я верю в Аллаха, верю в слова Аллаха, в Кур'ан, и Всевышний говорит, аки ему ссаля, приказывает нам, молитесь, читайте намаз. И он оставляет, и при этом говорит, я верю в Аллаха, значит, он наслуживается Всевышнего Создателя Творца. Третьего варианта нет. Поэтому намаз, ассаля, приказ Всевышнего Аллаха, субханна ва-та-аля. Аллах, субханна ва-та-аля, аль-хамду-ля, сотворил нас, уважаемые братья и сестры, из небытия, дал нам разум, аль-хамду-ля, столько он нам милости дает. И намаз – это долг перед Всевышним Аллахом, субханна ва-та-аля. То есть молитва, пятикратная молитва – это тот долг, который должен отдавать человек Создателю. Аль-хамду-ля, верю в Аллаху, субханна ва-та-аля, и поминаю часто Аллаха. Да, я не молюсь, я не читаю намаз, я поминаю Всевышнего Аллаха, говорю часто, ла-йлах, или Аллах, субханна Аллах, аль-хамду-ля, они прекрасны, но однако намаз – это долг перед Аллахом, субханна ва-та-аля. Представьте, например, человек одолжил другому человеку какую-то сумму, энную сумму денег, и каждый день ему звонит и говорит, например, взял на один месяц, и каждый день звонит, говорит, спасибо тебе, брат мой, ты меня выручил в тяжелую ситуацию, аль-хамду-ля, спасибо тебе. И каждый день на звание, потом приходит время, когда нужно возвращать долг, ему опять звонит, спасибо тебе, хорошо, джазак Аллахайр, спасибо, а когда ты мне вернешь долг? Когда ты мне вернешь долг? То есть так же самое, этот намаз – это долг раба перед Всевышним Аллахом, субханна ва-та-аля. Или бывает, когда человек, например, получает какой-то подарок, даже посмотреть, бывает такое часто, например, человек, например, один брат подарил другому, например, привез там с горы ему банку меда, и он пьет чай с этим медом, и он всегда его схваляет, спасибо такому-то брату, спасибо Абдулле, спасибо Мухаммаду, то, что вот он нас угостил, аль-хамдулле, постоянно, каждый раз, потом этот мед заканчивается, он все равно вспоминает, эй, сейчас чай пью без меда, но вот, аль-хамдулле, тогда брат меня угостил, сколько он благодарит человека, а забывает благодарить Всевышнего Аллаха за все милости, которые он нам дал. Всевышний, субханна ва-та-аля, сказал, если вы начнете пересчитывать все милости, которые вам Всевышний дал, вы их обхватить не сможете, вы не сможете пересчитать эти милости, которые Аллах, субханно ва-та-аля, нам дал. И намаз это благодарность Аллаху за все милости, которую он нам дал. Всевышний Аллах приказал, когда пророк Мухаммад вознесся на небеса, он встретился с Мусе и тогда Мусе спросил пророка Мухаммада что тебе приказал Всевышний Аллах был Мухаммад. Он сказал, приказал Всевышний Аллах 50 раз в день молиться 50 раз в день молиться тогда Муса алейхиссалям сказал не выдержит твоя умма не выдержит твоя община 50 раз молиться иди вернись к Аллаху попроси чтобы он поменьше повелен порок Мухаммад вернулся 40 раз приказал не выдержит и так возвращался до тех пор пока Аллах не приказал 5 раз молиться тогда Муса алейхиссалям сказал не все смогут молиться 5 раз в день На что пророк Мухаммад сказал, я стесняюсь у Аллаха просить меньше. И человек, который уставит 5 раз день молитву, награду берет, как будто 50 раз день молится. А молитва, Аллах в Коране говорит, намаз запрещает человеку все дурное, все плохое. Намаз, когда человек читает, очищается его грехи. Пророк Мухаммад сказал, что вы можете сказать о том человеке, который 5 раз день купается в чистой реке, останется что-нибудь на нем, на его теле из нечистоты, из грязи, на что с подвижностью сказали, нет. Также молитва, 5 раз день, когда читается все грехи, при грешении прощается, когда человек берет омовение, когда молится, его грехи, при грешении прощаются Всевышним Аллахом. Молитва, тот, кто познал, тот, кто начал читать намаз, он прочувствовал некую сладость веры, прочувствовал сладость молитвы. И верующий человек, который полюбил Всевышнего Аллаха, он спешит к Аллаху. То есть, представляете, например, если человек кого-то очень сильно любит, и каждая встреча с ним для него как праздник, например, родители любят своих детей, дети любят своих родителей, или какой-то брат, например, уехал в другую страну, и человек ждет его, когда он вернется. Вот эту встречу человек ждет долго, и каждый раз хочет встретиться. Или если человек, например, каждому из нас сказали бы, у тебя есть возможность 5 раз в день встречаться с министром, с президентом, с королем, с правителем. Как бы человек спешил бы на эту встречу, а когда у нас есть возможность 5 раз в день молиться, встречаться с Аллахом, молиться, обращаться ко Всевышним Аллаху. Вот эта связь, и человек сам ее обрубает тем, что не молится, то тогда он в тяжелом положении. Намаз, ас-саля, для чего Аллах нам повелел? Для чего нам приказал Всевышний Аллах молиться? Человек иной раз говорит, то есть я хорошо, 5 раз в день не смогу, но я утром молюсь. Почему на протяжении дня 5 раз в день нужно молиться? В течение дня человек поддается разным смутам. В течение дня, например, человек даже если утром помолился, пошел на работу, в течение дня бывают разные смуты, бывают фитны. В этот момент, аль-хамдуля, чтобы остановиться и вспомнить об Аллахе, субхану ва-те-Аля. Это именно качество верующих, которые поминают Всевышнего Аллаха, субхану ва-те-Аля, днем и ночью, постоянно думают о Всевышнем Аллахе, субхану ва-те-Аля. И чтобы прочитать одну молитву, уважаемые братья и сестры, нужно примерно 5 минут, 5 минут времени. И Аллах, субхану ва-те-Аля, разделил это в течение дня. То есть не в одно время нужно, например, прочитать все 5 молитв, а в течение дня 5 раз в день. То есть 5 на 5 умножить 25 минут, чтобы в течение дня поминать Всевышнего Аллаха, субхану ва-те-Аля. Но даже если 10 минут взять, например, кто-то подольше молится, тогда это будет час времени, даже возьмем час времени, на протяжении дня нужно вернуть Аллаху, субхану ва-те-Аля. Нужно вернуть Создателю, помнить о нем, благодарить его, вернуть этот долг. Как один из ученых красиво сказал, что ты можешь сказать о том человеке, которому человек, например, дает каждый день 24 тысячи долларов и просит одну тысячу обратно. И этот человек не возвращает ему. На следующий день опять дает ему 24 тысячи долларов, просит одну тысячу долларов обратно. И этот человек отказывает ему, тому, кто ему дал. И так постоянно, каждый день. Этот человек неблагодарный. А нам Всевышний Аллах дал 24 часа в сутки и просит один час вернуть Аллаху в поклонение. При этом мы понимаем, что Аллах не нуждается в этом, а мы в этом нуждаемся. И человек, если не возвращает Аллах, опять дает на следующий день подарок 24 часа. А человек на следующий день опять просыпается, не возвращает Аллаху, субхану ва-те-Аля. Этот человек неблагодарен Всевышнему Аллаху, субхану ва-те-Аля. Ассаля – это то последнее, что завещал нам наш любимый пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, умирая, последние слова, что сказал? Знаете, когда человек в предсмертном состоянии, если он что-то может сказать, он хочет сказать самые последние и самые важные. Например, в больнице лежит человек, уже чувствует, врачи говорят, дети, зайдите, попрощайтесь с своим папой или мамой. Отец собирает своих детей, чувствует, что ему мало стало жить. И как может, всей души говорят, мои дети, я вам завещаю это, повелеваю это, то-то. Например, заберите, мы должны этому отдать долги, или нам должен тот-то. На тебя давай перепишу дом, на тебя машину, на тебя пока есть возможность. То есть последнее, что-то о самом важном говорит. Слушайтесь, будьте покорными людьми Всевышнему. То есть такие самые важные вещи говорит, а пророк Мухаммад, саллаху алейхиусалям, умирая, сказал? Ассаля, 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 у а намалекат айманукум. Намаз, намаз, намаз. Последние слова были пророку Мухаммаду, саллаху алейхиусалям, молитва, 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 у а намалекат айманукум. И относитесь к тем, над кем у вас есть руководство, с благом. То есть руководитель должен хорошо относиться к своим работникам. Работодатель должен хорошо относиться с добром. То есть не притесняя их, не унижая их. Хорошо относиться так, как относится к своей семье. Вот эти три раза повторил Рук Мухаммад, ас-салла, ас-салла, ас-салла. Умар и бель-Хаттаб, раздаллаху анху, второй халиф, второй правитель после Аубака, раздаллаху анху. Вы знаете то, что его убили во время молитвы? Была утренняя молитва, салла, ас-салла. Его убили во время молитвы. Была утренняя молитва, утренний намаз. Один из шпионов, Джасусов, который продавал изделия из металла на рынке в Медине, подарил ему хинджар. Хинджар – это такой кинжал с двумя такими головками. И Умар принял от него этот подарок. И когда была утренняя молитва, этот человек зашел, прошел через ряды, через саф мусульман и прыгнул его Умар бен-Хаттаба. И он упал. И потом начал проходить мимо сахабов. Одного задел, другого задел. Потом сахабы его окружили. Он кинул кольчугу свою и сам себя убил. И когда уже был рассвет, утренняя молитва уже заканчивалась, наступал рассвет, его сын Ибн Амар передает этот хадис и говорит Абдуллах Ибн Амар, что папа мой очень много крови потерял. То есть его пырнули, очень много крови потерял. И как только он очнулся, первое, то есть что он спросил, то есть каждый из нас бы, например, с кем бы это произошло, он бы что бы первое, что бы спросил. Спросил бы, как это произошло, кто это допустил, кто меня пырнул. А он что, первый же вопрос, не обращая на это все внимания, говорит, ассалляйтум, дочитали ли вы намаз? То есть я был имамом среди вас, я не смог закончить молитву. Вы закончили молитву, дочитали намаз? Субхан, смотрите, как они переживали за молитву, как они переживали за намаз. Тогда сахабы сказали, наам, я Амир Муминин, да, управитель проверенных. И тогда он сказал своему сыну, хати льма, я Абдуллах, у Абдуллах принеси мне воду. Опять же, сахабы подумали, что он хочет пить, у него жажда, что он много крови потерял, а что он взял воду, как смог, взял омовение и дочитал намаз, дочитал молитву. И потом задал вопрос и спросил, кто меня убил? То есть он почувствовал смерть. Он же не спросил, кто меня пырнул, кто меня убил? Поэтому говорят ученые, то что человек, когда смерть приближается, он чувствует ее. Сказали, такой-то, такой-то, то есть был не мусульманин. На что он сказал, Альхамдуллиллахи ладзи тавафани аля яди раджуль, лям ясджуд сэдждатин капт. Альхамдуллиллахи, я благодарю Всевышнего Аллаха, то что он забирает мою душу посредством того человека, который ни разу не сделал земной поклон. То есть он был не из тех, кто молился, он не был из читающих намаз. И умер, ушел с этими словами Умар ибн Хаттаб. То есть тем самым мы понимаем, как они переживали за молитву, как они переживали за намаз. Поэтому ассаля, намаз, это приказ Аллаха, это первый, за что будет спрошен человек в судный день. Пророк Мухаммад сказал, Первый, за что будет спрошен человек в судный день, за намаз, за ссаля, сказал пророк Мухаммад. То есть, представляете, человек встает с могилы, и Аллах первым задает вопрос, ас-салям, намаз, где твой намаз? И что ответит человек в этот момент Всевышнему Аллаху. Поэтому пять раз день молиться Аллах приказал верующим мусульманам. Намаз, молиться пять раз день, это фаджр, утренняя молитва, зухр, обеденная молитва, аср, полуденная молитва, магриб, вечерняя молитва, и аиша, это ночная молитва. В каждом намазе есть вообще хукм шарияский. Хукм шарияский — это те действия, то есть положение, или оно обязательно, или оно желательно, или бывает нежелательно, или запрещенное. Как, например, харам запрещенное, мокрух нежелательно, мустахаб желательно, мубах разрешенное, дозволенное, и фард или ваджиб — это обязательно. Есть фарды намаза, то есть те, которые обязательно должен человек молиться. В каждом, то есть каждая молитва, в пятер раз день, когда человек молится, она стоит из фардов и из суннан, из сунната. Сунна — это то, что делал пророк Мухаммад, саллаху алейкум, дополнительное. То есть дополнение к обязательной молитве. То есть если сунну человек оставляет, то он не считается грешником. Но если он оставляет, не берет награду, дополнительную награду. Если человек оставляет фард, то он является грешником, то есть он ослушивается Всевышнего Аллаха. Два рака'ата утренней молитвы. Сейчас мы разберем, сколько рака'атов и что такое рака'ат. Рака'ат, мы, иншаллах, в конце видео покажем вам, двух рака'атный намаз, то есть как читается намаз из двух рака'атов. Бывает двух рака'атный намазы, бывает трех рака'атный намазы, бывает четырех рака'атный намазы. Утренней молитвы — два рака'ата сунна и два рака'ата фарда. наступали наступает это время то есть есть определенные времена когда наступает ее нужно успеть прочитать до восхода солнца то есть есть например сейчас вот например в зимнее время в летнее время там читается например молитвам при сегодня в москве заходит там без 15 2 утра и восход солнца уже там где-то в без 15 4 3 30 плюс там плюс минус без 15 4 то есть до этого времени вот он должен прочитать с 1.45 до 3 345 до это время он должен прочитать аль-хамдулям молитву если уже вышло уже солнце то уже это время молитвы тоже вышло но опять же если человек проспал например то он проснулся все равно он должен прочитать эту молитву все равно он должен прочитать этот намаз то есть если человек он бывает такие ситуации когда он устал когда он там тяжело ему проснуться он сделал все сабабы, все причины для того, чтобы проснуться, но не смог проснуться, то тогда, иншаллах, на нем нету греха. Как сказал порок Мухаммад саллаху а.с. То есть, Аллах не записывает грех трем видом людям. То есть, первое, это кто-кто? Человек, который спит, пока он не проснется. Второе? Маджнуон — это тот человек неразумный, который потерял свой разум до тех пор, пока разум к нему не вернется. Но, опять же, я хотела здесь подчеркнуть, то есть, это не относится к тем людям, которые специально сделали то, чтобы их разум ушел, например, там, выпивали, алкоголь или, с тахфурллах, принимали какие-то наркотические вещества. Они за это отвечают. Имеется в виду, что-то, если с человеком что-то случилось с его разумом. И третье? Ребенок пока не останет совершеннолетним. Поэтому, если человек даже проснулся, проспал молитву, ага, смотрит, там уже солнце вышло, что ему сделать сразу? Нужно читать намаз, утреный намаз. Сунна, утреный намаз, два раката сунна, после этого читается два раката фарда. Два раката сунна, утреной молитвы, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то есть, утренние молитвы, два раката сунна отличаются от других суннан. Отличаются от других молитв. Почему? Потому что это сунна, которая пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, всегда ее читал и побуждал ее читать. И сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, 2 раката сунны утренней молитвы лучше, чем вся эта мирская обитель и все богатство, которое у нее есть. То есть в судный день человек увидит на чаше благих весов 2 раката утренней сунны лучше, чем что-то. Будут они тяжелыми, благие дела его будут. Поэтому порок Мухаммад, когда был в пути, он оставлял сунну. То есть про это мы тоже расскажем. Салат-салат-ль-Мусафир. То есть молитва путника. То есть во время пути, во время путешествия оставляется сунна, не читается. Но однако утренней молитвы сунны он не оставлял никогда. Потом 2 раката фарда. То есть обязательно то, что должен человек прочитать. Зухар-намаз, обеденный намаз. Читается 4 раката сунны. Потом 4 раката фарда и 2 раката сунны. 4, 4, 2. Асар-намаз 4 раката фарда читается. 4 раката фарда нету там сунны. Но есть такая еще как бы молитва, которая не является сунна, то есть роватип, которая привязана. То есть бывает, как вы сейчас увидите, то что к каждому фарду намазу привязана сунна. Но есть сунна также в асар-намазе, но она не привязана к фарду. Пророк Мухаммад сказал, то есть кто ее будет читать, для него будут отдельные награды. Во время асара намаза до 4 раката фарда мы читаем во время асара. До этого 4 раката сунны. Пророк Мухаммад сказал, Аллах проявит свою милость к тому человеку, который 4 ракааты читает до асара. Но она не привязана, то есть как бы тот человек, который хочет ее читать, аль-хамду-ля, ему будет дополнительная награда. Четвертый намаз, четвертый Магриб, уже когда садится солнце, то есть влогр это обеденная молитва, асар это полуденная, когда садится солнце, это заходит время намаза Магриб, салат-эль-Магриб. Там читается 3 ракаата фарда и 2 ракаата сунны. И последняя молитва, 4 ракаата фарда и 2 ракаата сунны. После этого еще есть 3 ракаата витр намаза. То есть об этом, об витре намазе расскажет иншаллах шейх Мустафа. Мустафа Хазрат расскажет про витр намаз, про широту саля, про то, что необходимо для намаза, условия намаза, иншаллах. Он про это расскажет в отдельной лекции. А мы сейчас разбираем вообще в общем, говорим о намазе, о ее важности и как она, то есть в общем виде говорим про эти асалават.